Еще не взрослые, но уже не дети. Будущие призывники, следуя собственному выбору, пришли получать свою первую профессию – военный водитель. Вначале я буду служить военным водителем, а потом уже, скорее всего, буду на гражданской службе, либо тоже в какой-нибудь силовой структуре тоже водить КАМАЗ. То есть планирую связать жизнь с армией. Их привлекают огромные габариты – рев мотора и права категории С. Сегодня, как и много лет назад, профессия военного водителя широко востребована. Количество желающих в разы превышает число бюджетных мест. По направлению от военкомата к нам приходят курсанты, ученики. По уже собеседованию мы определяем, подходит кандидат, либо не подходит. Занятия по расписанию. Дисциплина максимально приближена к воинской. И даже классы носят название взвода. Позади 200 часов теории и 72 практики. Впереди – сдача экзаменов ГИБДД. Казалось бы, внутреннее устройство механизмов, узлов и систем автомобиля вызубрены наизусть. Но будущие водители не пренебрегают возможностью еще раз посетить учебный зал. Это двигатель внутреннего сгорания, который был снят с машины «Урал». Можете увидеть на этом экспонате, как он в разобранном состоянии выглядит. И вот основные детали, как форсунки, масляный фильтр и коробку передач. На нем мы как раз смотрим и отрабатываем те моменты, как, где, что работает. Ребят, помогите повернуть. Вся эта конструкция может поворачиваться, и мы можем посмотреть на двигатель с разных сторон. Для многих ребят в учении в ДСАФ – это семейная традиция. И как иначе, ведь школа имеет такую богатую историю. Сколько миллионов подготовились специалистов, сколько подготовили людей, которые участвовали и в войнах. И даже, если взять с точки зрения военной, это большое количество офицеров и военачальников, которые наши выпускники – это и летчики, и Кожедуб, и Покрышкин. И Чкалов, и тот же Юрий Алексеевич Гагарин – это тоже выпускник ДСАФ, аэроклуба. Поэтому все у нас специальности, которые связаны с ДСАФ, они всегда востребованы. По словам Михаила Грицая, раньше в школу приходили ребята, которых больше интересовала техническая часть. У нынешнего поколения в приоритете навыки вождения. Неизменными остаются слова благодарности своим наставникам. Чтобы все больше и больше выходило таких ребят, водителей хороших, чтобы КамАЗы были бодрые, не ломались. Елена Краева, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».